Канал GT Class, с вами Андрей Щетников. И я собираюсь продолжить тему ролика «Зачем нужен магнитный сердечник в трансформаторе?». Если вы этот ролик еще не смотрели, посмотрите его, пожалуйста. Вот на него ссылка. А по ходу этого ролика обсуждался и значительную роль в нем играл такой вопрос. Как так получается, что если мы в замкнутом магнитопроводе трансформатора делаем небольшой зазор, такой зазор, что магнитное поле из него практически не выпадает наружу. И тем не менее, оказывается, что индуктивность первичной обмотки может упасть при этом в разы. Ну и соответственно упадет в разы ее индуктивное сопротивление, что плохо скажется на работе трансформатора. Ну, во всяком случае, если речь идет о трансформаторах электротехнических, работающих на характерной частоте 50 Гц. Ну и мы начнем с базовой идеи о том, что полное комплексное сопротивление первичной обмотки складывается из ее амического или активного сопротивления и ее индуктивного сопротивления. И омега-Л, здесь и минимая единица, которая пропорциональна собственной индуктивности этой обмотки. Ну и в идеальном трансформаторе, который обычно рассматривается в школьном курсе или в курсе общей физики, вообще считается, что и омега-Л такое большое, а омега-Л лучше теперь говорить по модулю, что R по сравнению с ним можно пренебречь. Ну, а в реальных трансформаторах, в хороших, R должно быть меньше, чем омега-Л на рабочей частоте этого трансформатора. Поэтому нам нужно уметь понимать, как находится индуктивность первичной обмотки. Ну, индуктивность, она определяется по следующей базовой формуле. Это коэффициент пропорциональности между вот этой величиной, значит, у нас F это поток магнитного поля, который проходит через обмотку, а N это число витков этой обмотки. Вот эта величина называется потокосцеплением. Ну, и током, который создает этот магнитное поле, ну и, соответственно, этот поток магнитного поля. N, потому что магнитное поле пронзает N витков, ну и, соответственно, когда у нас ток будет переменным, и в каждом витке будет находиться DS пропорциональное изменению скорости изменения F, а полное DS будет, значит, умножаться на N. Ну, отсюда и определение. Ну, и, соответственно, из этой формулы L это N умножить на поток F, который есть в произведении сечения магнитопровода, умножить на величину магнитного поля B в этом магнитопроводе. Я не называю его магнитной индукцией, чтобы не путаться, буду говорить магнитное поле B, дальше еще появится магнитное поле H. И все это дело надо поделить на силу тока, который протекает по катушке. Ну, соответственно, B будет пропорционально на каком-то следующем шаге этой силе тока и сократится, и здесь у нас останется характеристика, собственно, самой катушки L. Ну, и теперь, как дальше рассуждает человек, который еще помнит законы электродинамики, которым его учили в университете. Значит, ну, мы рассмотрим такую катушку из N витков, по которой течет ток I, с почти замкнутым сердечником постоянного сечения. Значит, ну, и длина по ферромагнетику будет обозначена буквой L, но здесь имеется узкий зазор, величину которого я обозначу буквой дельта. Как я уже говорил неоднократно, зазор узкий, и магнитное поле B из этого зазора практически не выпадает. Ну, а дальше мы воспользуемся одним из уравнений Максвелла для магнитостатики, которое говорит, что циркуляция вспомогательного магнитного поля H, то есть вот такой интеграл по кругу HDL, есть равна в системе Си тому току, который пронзает этот замкнутый контур. А у нас течет ток I, он N раз этот контур пронзает, значит, здесь стоит величина NI. Ну, и еще раз, H это вспомогательное магнитное поле, истинное магнитное поле, это магнитное поле B, ну, и в системе Си у нас, значит, чтобы получить из BH, надо поделить, ну, во-первых, на Мю нулевое магнитную постоянную, во-вторых, на Мю относительную магнитную проницаемость, соответственно, вот в данном случае этого феромагнетика, когда речь идет о магнитном поле H внутри самого магнитопровода. Ну, и теперь надо построить эту циркуляцию. Для этого я беру, во-первых, магнитное поле внутри магнитопровода, магнитопровода, H это B делить на Мю нулевое, и умножаю на длину магнитопровода L. Во-вторых, я беру магнитное поле внутри, магнитное поле H внутри зазора, а теперь это будет тоже B, но поделенное просто на Мю нулевое, потому что магнитная проницаемость воздуха практически равна единице. И надо умножить это на величину зазора дельта. Значит, вот эта циркуляция, так, через B теперь выражена. Ну, а здесь МИ стоит из исходной формулы. Ну, теперь мы можем B в левой части вынести, сгруппировать, ну, даже B, а Мю нулевое перебросить на другую сторону. Значит, здесь у нас Мю предпишется к дельте за счет этого. Значит, ну, и поэтому поле B выражается таким образом через все это хозяйство. В числителе Мю нулевое умножить на число витков, умножить на ток, который течет по обмотке. А в знаменателе стоит вот эта характерная величина L плюс Мю дельта. Как будто мы к L длине по ферромагнетику измеренной магнитопровода прибавляем не просто дельта, но дельта, увеличенная в Мю раз, где Мю магнитная проницаемость, материал, из которого изготовлен магнитопровод. И вот эта величина Мю дельта, даже когда дельта маленькая, она может... А Мю это, ну, там, например, порядка тысячи, да? И эта величина может оказаться больше, чем L. Хотя зазор мы сделали совсем небольшим. Поэтому магнитное поле B в этой ситуации падает по сравнению с ситуацией, когда зазора не было бы. Ну, и теперь мы подставляем B в формулу с нашего предыдущего листа, ну, и получаем индуктивность. Там надо на NS все умножить и на И поделить. Поэтому И уходит, а здесь получается N квадрат С, а в знаменателе все тоже L плюс Мю дельта, ну, вот, который и говорит нам, что небольшой зазор может привести к заметному в разы уменьшению индуктивности. А поскольку все посчитано так, чтобы сконструировано, чтобы, как бы, так сказать, не перерасходовать материал, ну, у нас Омега L на рабочих частотах заметно больше, чем R пока нет зазора. А мы зазор сделали, как я делал в опытах в предыдущем ролике, и Омега L за счет падения L упала, стала уже близким к R, ну, трансформатор уже точно теперь сильно далек от идеального. Ну, и вот смотрите, формулу я выписал, могу ли я сказать, что я понимаю, вот главный вопрос, почему маленький зазор приводит к таким большим изменениям? Ну, кто верит в то, что все делается математикой, такие люди есть, я знаю. Для них, возможно, это уже достаточное объяснение. Ну, есть и другие люди, и я таких людей тоже знаю, и может быть, их даже большинство среди наших подписчиков, которые говорят, ну, крючочки написаны, но я не понимаю, почему так произошло, я не понимаю, почему этот маленький зазор привел к таким, ну, вот, кардинальным изменениям. Ну, и а чего они хотят? Они хотят простого объяснения, без крючочков, без формул, в словах. Ну, и, наверное, они правы, хотя я не знаю, всегда ли можно такое объяснение дать. А теперь о том, как с этим обходятся люди с электротехническим образованием. А я по образованию физик, меня так не учили, но когда разобрался, понял, что это в своем роде шикарно. Вот формула с предыдущего нашего листочка, там у нас стояло магнитное поле B, мы умножаем на сечение S и делим на сечение S. Здесь у нас появляется магнитный поток. Ну, а, соответственно, вот в этих слагаемых S появляется в знаменателе. Значит, тут она переписывается таким образом. И тут говорится, значит, это еще в конце 19 века было придумано, эта формула во многих своих аспектах исключительно похожа на обычный закон Ома для электрической цепи. И поэтому мы можем многое делать по аналогии, поскольку к закону Ома мы очень уже привычны. Мы скажем, ну вот, значит, это у нас поток магнитного поля. Представим, что магнитное поле правда течет по магнитопроводу, хотя, конечно, оно никуда не течет. Но тогда оно будет в законе Ома, его аналогом будет электрический ток. Вот это хозяйство все у нас, значит, порождает этот ток. поток магнитного поля. Ну и давайте назовем его магнитодвижущей силой по аналогии с электродвижущей силой. Значит, это вот у нас аналог здесь. А тогда то, что в скобках, это будет магнитное сопротивление магнитной цепи. Почему это хорошо? А еще потому, что посмотрим, как мы вот сопротивление обычное электрическое записывали через удельное сопротивление. Удельное сопротивление на длину проводника делить на сечение. А вот здесь у нас тоже стоит длина и вот здесь тоже стоит сечение. Ну и тогда единица на мюминулевое это аналог удельного сопротивления. Давайте назовем его удельным магнитным сопротивлением. Ну и у нас последовательно в цепи присоединены эфиромагнетик и зазор. Ну и вот это у нас соответственно магнитное сопротивление куска, участка цепи, который эфиромагнетиком обеспечивает. Это магнитное сопротивление зазора. Они последовательно, здесь сумма стоит. Ну и дальше всю эту аналогию можно развивать, развивать и развивать, потому что она годится и на магнитопровод, для магнитопровода переменного сечения. Она годится и для тех случаев, когда магнитопровод разветвляется, мы там будем пользоваться ну соответственно представлениями о параллельном соединении проводников, опять же, из теории электричества, электрических цепей. Так что, поскольку одна картинка в нас зашита, мы немедленно, как только подсоединяемся, начинаем по аналогии себе представлять. Ну и фактически мы эту картинку сопоставляем с вот этой и нам нет нужды два раза что-то запоминать. Мы про уравнение Максвелла можем в этом месте забыть, зачем они электротехнику, которую считают. Мы вот этим должны пользоваться тогда. Ну, как здесь на этом языке объясняется, почему маленький зазор приводит к такому сильному изменению индуктивности. Ну, понятно, как говорится. Ну, зазор-то маленький, но у него удельное сопротивление очень большое. Его проводимость, ну, не проводимость, здесь у нас магнитная проницаемость, да, в мю раз меньше, чем у феромагнетика самого, основной части магнитопровода. А значит, у его сопротивления удельное. В мю раз больше. А значит, у нас вставка небольшая, но с очень большим магнитным сопротивлением. Ну, и вот результат изменения полного магнитного сопротивления существенным оказывается. И, соответственно, изменение индуктивности и изменение индуктивного, ну, уже теперь в электротехническом смысле, да, индуктивного сопротивления там, в том нашем языке. Главное, тут не путаться с языками, все время знать, в какой действительности модельной ты находишься. А сама аналогия позволяет очень быстро из одной действительности в другую переходить. ну, и вот в этом месте спрашивается, а объяснили ли мы, почему небольшой зазор приводит к таким результатам? Ну, в каком-то смысле объяснили, когда мы ввели понятие о удельном магнитном сопротивлении, магнитном сопротивлении, ну, мы ввели язык, на котором можно это описывать. но, честно сказать, поскольку все это опирается на какие-то разговоры про там, в предыдущем шаге, на предыдущем шаге, про вспомогательное магнитное поле H, которое не есть как бы истинное магнитное поле B, значит, ну, вот, про уравнение, в которое это H завязано, мы же из него сюда пришли, то есть, ну, вот, кажется, что мы научились про это разговаривать, но объяснения на базовом уровне вот мы так и не получили, ну, хотя, я думаю, что здесь уже все стало гораздо, как бы, ну, вот, почва появилась под ногами, а что касается объяснения, ну, если кто-то не удовлетворен тем, что было до сих пор, я предлагаю над ним подумать и написать его в комментариях, вот, все-таки, как бы вы, вообще не записывая никаких формул, сумели бы объяснить, почему малый зазор приводит к сильному изменению индуктивности, ну, спасибо вам за внимание и до новых встреч. до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...